всем доброе утро сегодня среда аллергия не могу два дня покрасилась и все пипец красивый буду хотеть натуральный натуральный блондин он везде такой на улице так хорошо тепло но на пятницу и субботу передают вообще знаете сколько градусов 13 весна ты ли это и дождь вообще блин когда рабочие мои дни пятница и суббота самые рабочие такие и дождь и вообще ненавижу когда по пятницу субботам идет дождик а сегодня вообще за погода замечательная классно я немножко поздно почему-то выехала и сейчас уже будет 10 часов колокола бить видите как у нас тут птицы поют все зашибись погодка сейчас даже дыхать пота на это на солнце смотрю когда делим это не этот друг живет так что что-то хотел сказать и забыла чего хотела а представляете еду сегодня без сумки без всего в кармана положила телефон камеру ключи в машине естественно завожу машину смотрю что у меня бензина почти нету представляете а кошелек я не взяла а права я всегда вожу знаете где вот здесь между телефоном и обложкой или как-то моя назад смотрю есть кто нет нет никак можно еще погулять вот чтобы не забыть потому что я так воскресенье например куда-нибудь едем вот десять и часто я потом вожу машину потому что не набьется пиво вози их вот и чтобы не не забывать права я туда положила а кошелек без денег иду машину-то заправлять чем буду придется с парикмахерской взять занять деньжат я вообще не люблю из кассы брать деньги вот потому что все должно быть под отчетом а иначе если будешь так постоянно брать то потом не досчитаешься потом в конце месяца надо будет все везде платить что я уже сделала почти что а если буду брать постоянно то там ничего не окажется в общем нужно серьезно относиться к своему бизнесу ой бизнеса не смотрит еще без смотрите на этой стороне цветут нет апельсинов она это и есть может быть но нет солнце допустим с утра с этой стороны а после обеда с этой стороны здесь почему-то нет апельсинов а здесь есть все деревья усыпаны но это дикие апельсины их нельзя кушать они такие невкусные то есть совсем невкусные пойдем работать чарли машинку поставим стирать пылевку вытру и будем клиентов ждать хотя сегодня среда сегодня все закрыто здесь бар закрыт магазин закрыт все закрыт одна я открыт но я по понедельникам закрывать вы знаете у меня уже какой-то привычкой становится после работы заехать на пляж погулять с чарли погода конечно хорошая но вы знаете это скорее не весна а такая теплая зима скажем так потому что ветер прям хоть он и небольшой там работают чем закрою немного микрофон хоть он меня и заглушка я не ураганный ветер конечно но блин холодный ледяной прям с моря дует обычно не знаю как не помню я в прошлом году какое было какая была погода общение по фоткам что-то я мало фоткалась в апреле вообще одна фотка есть и все странно вообще-то я любитель фоткаться тут что-то одна фотка всего туда не пойду тут ветра поменьше среди камышей вот сейчас поеду заправлюсь и иду думаю мне хочется на сегодня на обед либо пельмени либо макароны представляете и вот эти помидоры вчерашние нарезать мне кажется вкусно будет с луком и с маслом оливковым вот думаю то ли пельмени то ли макароны может и есть что есть то есть ему и думать не надо ну вот сестра вчера вчера давала там конечно есть на двоих но я не очень люблю такую еду вот лечу но конечно с мясом и со всеми делами в охоточку то можно как бы да но мне и но у меня нет этой охоточки прям кто-то даже разместился софа ну-то пометил конечно как же и вот думаю то ли пельмени хоть и сметана у меня есть и все то ли макароны не знаю прям хоть и то и то вари полюби меня так все вышли к пляжу маки маки цветут ой батарейка садится маги цветут и батарейки видите вроде как не видно что такой прям ветер а дует ветер саму ряду ветер саму ряду нагонял беду нагонял беду ладно будем гулять и думать макароны или пельмени в общем пересилили пельмени они там варятся я себе уже нарезала помидоров смотрите они вроде как черные они черные но вот видите такой вот не спелы но не спелые и пахнут помидорами обычно здесь не все помидоры пахнут помидорами что вот так будем кушать пельмешки с помидорками смотрите что у меня случилось я так и не заправилась сегодня мне охота было денежки меня были заднем кармане брюк штамма и сейчас такая что мне уже почти постирались но не почти они только сделали стирку я только думаю блин у меня же в кармах в кармане 30 евро не выжимались они хотя бы потому что на отжиме вроде бы самое это вы когда-нибудь стирали деньги я вот постирала хорошо хоть они это хорошего качества скажем так а то бы пить пипец этот улез уже наверх так представляете очухалась такая блин я же деньги постирала вообще я редко стираю деньги сегодня что-то я ехала дома завтра посмотрела на резерв думаю еще есть завтра по дороге на работу заеду заправлюсь все и штаны говорю надо постирать очухалась ну блин я же не то штаны вместе деньгами стира раз-два-три калина чернявая замочила же я нут прям что-то у меня много нута знаете замочилась сейчас к вечеру пойду буду готовить но отварю весь его конечно а для супа использую но только то что необходимо потому что это очень много а остальное заморожу наверное готовы уже заморожен я вообще очень люблю нут но представляете не люблю этот как он называется из нут это хумус не люблю не знаю почему сколько раз покупала разный со всякими из чесноком и еще с чем-то не нравится батарейка садится сейчас буду батарейку заряжать а Вот у меня нут. Вот, положила сюда две морковки, одну луковицу и перец. И варим до готовности. Я не знаю сколько, час, пока точно поставлю. Вот, а там буду смотреть, что там, как получается. Он у меня разбухнутый, разбухнутый, или как правильно сказать, набухший, наверное, лучше правильнее сказать. Поэтому я не думаю, что будет слишком долго вариться. В общем, варим до готовности. Он у меня уже час варится, нут. Сейчас я хочу посмотреть, что там с ним происходит. Мне кажется, еще надо ему готовиться. Да. О, горящая собака. Но уже почти-почти. Так что, я думаю, через полчасика уже будет готово. Увеличиваю время. На полчасика и ждем-то. В общем, вот на такую кастрюлю, здесь где-то литров 5, наверное, нута. Мне понадобится 1 средняя луковица, которую я уже порезала. 2 зубчика чеснока. Вот таких вот, большенькие такие. И чайная ложка паприки сладкой. Вот. У меня вот такая, с кассерис. Очень хороший. Вот. Он пока варится у меня. Я сейчас выну, вытащу все овощи, которые там есть. И переложу в стакан для блендера. Мы их потом проблендерим. И начну обжаривать лук с чесноком. Ну, сначала лук обжарим. Оливковое масло. Я не очень много масла наливаю, потому что я не люблю масло. Чтобы все там плавало, знаете. Я не любитель масла вообще. Поэтому добавляю всегда по минимуму. Испанцы, они любят, знаете, чтобы у них все плавало. Вот в масле все плавало. Вот так вот все прям бурлило. Я так не люблю. В общем, добавила масло. И сейчас буду обжаривать лук и чеснок до готовности. Лук обжаривается. Нут варится. Вот мои овощи. Мы потом сюда добавим обжаренный лук. Вот сюда. Но до этого, когда будет уже такой золотистый цвет, в чайную ложку добавим паприки. И так немножко ее поджарим, но не сильно, потому что паприка очень быстро горит. И если она сгорит, то будет горькая и невкусная. А тем временем промою еще раз треску. И уберу все косточки, если они есть. Потому что, знаете, в супе и чтобы найти косточку, тем более я-то умею есть. А муж у меня вообще рыбу не умеет есть. Он может и подавиться нафиг. Подавиться еще спасай его потом. Мне это надо? Мне это не надо. Лучше я все это проверю и посмотрю, есть там что или нет. Вот лук уже начинает золотиться. Немножко уберу мощность или как-то огнем-то назвать это не назовешь, да? Это же вроде не огонь. А как тогда назовешь? Не знаю. Как? Газ, не газ? Как сказать? Ну, уберем немного цифр. В общем, пипец какой-то. Добавляем чайную ложку, ну, где-то чайную ложку паприки. Ой, какой запах пошел копченый. Обалдеть. И вот так вот быстренько ее переобжариваем. Запах вы не представляете, какой идет копченый. Смотрите, не пережарьте, а то, говорю, будет жжет. Горькая, горькая. Так, буквально пам-пам и все. Выключаем. И сейчас все это добавляем вот сюда. И блендером все это сделаем вот так. До однородной массы. Каши, так можно сказать. Я попробовала мут, он еще не договорился. В общем, пускай варится. Если у вас есть сковора... 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 Скороварка. То все намного быстрее выйдет. Но у меня нет скороварки. Я и не спешу, так что пускай варится. Треска оказалась суперская. Нет никаких костей. Прям такие куски были большие. Знаете? В общем, классная. Бедря на своих денег штук. А тем временем я пойду посмотрю, высохло ли белье. Что-то на завтра вроде тоже, как и дождик обещают. Не знаю. Но он, наверное, к ночи больше пойдет. Дождь, послезавтра точно. И очень сильно температура упадет. Не хочу. Хочу весна. Хочу лето. Хочу тепла. У меня тут, видите, черное все висит. Это уже половину нужно убрать. Например, вот эти штаны. Вот эти. Вот этих я еще хожу, спортом занимаюсь. В общем, все здесь почти надо убрать. Так хорошо на улице. Как-то смотрите, как он у меня растет. Что-то он желтый. Я его поливаю, но он почему-то желтый какой-то. Может быть, от солнца. Не знаю. Моя тачуля. Видите, когда правильно паркуются, умещается аж пять машин. А когда неправильно, три или четыре. Я вчера или позавчера приехала, короче, когда в Меркадону ездил, да? И увидела, что муж припарковался на двух местах. Представляете? Хотя, когда мы проезжаем и видим, что один какой-нибудь товарищ паркуется так, мы начинаем на него типа вот, парковался так. Могли бы здесь люди парковаться. А он парковался на двух местах. Ну и когда я увидела, что муж тоже так припарковался, он у меня люлей получил. Ой, люлей знаете из-за чего? Потому что у меня нет ключей от его машины, чтобы ее подвинуть и поставить мою. И у меня так избесило, что он занял два места. Что я ему говорю, а вот ты проезжаешь мимо, он говоришь на других. Типа, вот они паркуются на двух местах. Паутина летает. А сам так же припарковался, чем ты лучше других. Ой, не могу. И смех, и грех. Но он прям вот там припарковался. Вот видите, где две машины. А он между ними вот так встал. То есть не туды и не сюды. Вот я говорю, тебя могут отомстить, приехать. Говорю, или машину поцарапать, или там, я не знаю, что-то сделать. За такое недобросовенностное паркование. В общем, нужно быть солидарными. Если ты паркуешься, то паркуйся так, чтобы могли другие люди тоже припарковаться. Я вот так считаю. А иначе вообще как-то. Все паркуются как хотят, и что потом. Все, повозмущалась, буду белье снимать. Нут у нас сварился. Я вот тут, видите, отложила вот такую баклажечку. Теперь мы добавим вот это. Я уже проблендерила. Видите? Добавляем это туда. И затем добавляем нашу рыбу. Вот немного поварилось. Теперь добавляем рыбу. Перемешиваем все. И, знаете, испанцы делают вот так. Не мешают, а вот так. Потому что в треске очень много желатина. Если мы будем вот так делать, то желатин будет выходить из рыбы и соединяться с соусом, который мы добавили. Поэтому вот так вот сделаем. Не мешать вот этой поварешке ничего. А вот таким образом только мешаем. Минут 5-10 максимум, чтобы сварилась рыба. Рыба же быстро варится. И вот так вот. Даже есть такое блюдо. Бакалау пельпель. То есть это пельпель, это соус такой. Для рыбы. Но не для рыбы, он делается из желатина. Вот таким методом. Масло и желатин из рыбы соединяются и делается такой соус, как кисель, знаете. Вот, если его будешь поварешкой мешать, то он не получится. Так что вот таким вот образом. Минут 5-7. Ну, не, конечно, можно вот так и убрать, чтобы оно там делилось. Ну, и иногда вот таким образом мешаем. И пробуем на соль. Потому что, так как рыба у нас вымоченная, но она не всегда бывает до конца вымоченная. Поэтому с солью будьте осторожнее. Вместе с рыбой можно добавить шпинат. Но, как мне сказали мои бабушки, шпинат это нововведение. А издавна было вот такой вот рецепт. Вот. Надеюсь, что вам понравится. Этот, как бы, нут с рыбой едят по пятницам. Так как у них пост не совсем, как у нас. У них строгий, не такой строгий, скажем так. И в пятницу, да, строгий, типа они не едят мясо по пятницам. И вот у них такая традиция. По пятницам есть эту вот нут с рыбой. Не есть карны. Мясо не едят они по пятницам в 40 дней. Но едят вот рыбу. Ну, а вообще, я рыбу люблю. Нут люблю. И мы будем есть это в четверг. Но, мне кажется, из этой кастрюли на пятницу останется. И на субботу останется. Намного на двоих-то не надо. Так что вот так. Надеюсь, вам понравился мой рецептик. Делайте. Главное, все легко, доступно и недорого. Смотрите, оно даже видно. Видите, он как кисель стал такой соус. Из-за того, что вот я так делала. Смотрите, какая вкуснятина. Обалдеть. Я бы сейчас тарелочку навернула. Но, к сожалению, время уже позднее. Поэтому тарелочку мы навернем завтра. Ты такая моя рыба. Ты хочешь чуть-чуть. Я тебе сегодня целый день не давала. На. Моя рыба такая сидит там. Вот. Он у меня молодец. Он у меня, смотрите. Все игрушки сложил. Видите? Все игрушки сам сложил. Сам разбросал. Сам сложит. Мне так смешно над ним. Голова осталась одна. Надо съездить на рынок. Такой из старых рук. Купить ему еще одну какую-нибудь игрушку. Плюшевую. А то что-то... Одна голова осталась. Как-то мне жалко его. А с мячиком он не особо играет. Ну вот, друзья. Такой вот у меня день получился. Ставим лайки, если вам понравился мой рецепт. Попробуйте. Он очень вкусный. Правда. Кто любит бобовые... Что мне там на голове? Ну, если что-то не особо, то не... Извольте. Я дома. Вот. Пишем комментарии, кто и пробовал такое. Может быть, вы тоже делали кто-нибудь так. И у вас какие-то свои рецепты. Но этот рецепт мне рассказали моим клиентке. Клиентка одна. Нет, три. Их было три. Одна завела разговор. Три поддержали. Возраст моих клиенток был от 80 до 40 лет. Поэтому, видите, идет все это как бы как традиция, что ли. Вот. Легко и вкусно. Я никогда его не делала. Я первый раз делала. Но так как, что там делать-то, Господи, там легко. И все получилось. Всего вам самого наилучшего. Встретимся с вами завтра. Всем пока-пока. До завтра. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Дима Тorzok.